добрый день дорогие друзья с вами капля продолжаем говорить о крещении в духе святом сегодня я хотел бы поговорить о двух важных событиях связанных с духом святым связанных с крещением в духе святом первое это воскресение иисуса христа это важнейшая вещь для того чтобы дух святой мог быть излит рождение свыше и спасение немыслимы без излияния духа святого но изливает духа святого иисус как мы с вами уже говорили и до того как он умер воскрес и пришел в небо не может быть никакого излияния и существует разница между двумя событиями связанными с духом святым во-первых это сразу после воскресения иисуса когда он пришел к ученикам мы прочитаем это в 20 главе в 22 стихе евангелия от и она когда он воскресший он дунул и сказал примите духа святого мы имеем дело с рождением свыше но для того чтобы излить во всей полноте духа святого в жизнь людей необходимо чтобы иисус со своей кровью вошел в святилище и жертва была принята отцом когда его жертва принято будет отцом он говорит я умолю отца и пошлет он к вам другого утешителя этот момент происходит тогда когда иисус уходит на небеса и приходит к отцу и это два совершенно разных события когда он пришел из ада он наполненный силой божьей наполненный духом святым он дует на учеников и происходит рождение свыше мы получаем тогда духа святого в наше сердце и мы рождаемся происходит вот это таинство рождения свыше когда дух божий наполняет наше сердце и слово божье посеянное в нашем сердце они производят действие но второе на но настолько же важное событие когда иисус со своей кровью он входит в святое святых на небесах он приносит совершенную жертву эта жертва принимается отцом и он изливает тогда духа святого как знамение как завет я не знаю как величайшая божья аминь на жертву христову как величайшее проявление благодати когда жертва христа принято и отец дает добро и христос изливает духа святого и это момент когда мы с вами получаем крещение в духе святом и так рождение свыше немыслимо без воскресения иисуса христа излияние духа святого крещение в духе святом немыслима без того чтобы жертва иисуса была принята на небесах.